Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас долгожданный обзор Redmi Note 7 Global Version. Да, именно, друзья, Global Version, я его ждал, и мне хотелось протестировать именно этот телефон. Да, компания Xiaomi опять выпустила бестселлер этого года. Все сводится к тому, что это лучшее соотношение цены и качества сейчас на рынке, самый, наверное, правильный и оптимальный телефон, который вообще только возможен, только доступен и так далее. И, друзья, как я вам обещал, будет розыгрыш этого телефона. О всех подробностях этого розыгрыша поговорим в конце этого видео. А вначале распаковка. Вот такая коробочка, видно, что она поменялась по дизайну. У компании Xiaomi были такие оранжевые коробочки, здесь белые, но, в принципе, здесь как разницы особой нет. Зарядка здесь на 5 вольт 2 ампера, кабель USB-USB-C, скрепочка есть, необходимый мануальчик и чехол. Чехол, кстати, друзья, не стыдный, такой нормальный чехол. Для некоторых на первое время этот чехол пойдет, а кто-то, может быть, вообще себя ставит на постоянку, потому что, в принципе, сделан неплохо. Единственное, что прозрачный силикон. Но в данном случае у меня синяя версия и прозрачный чехол очень неплохо смотрится, потому что он не скрывает ту красоту, которая находится именно под чехлом. Многие из вас спрашивали, защищает ли этот чехол камеру. Нет, друзья. То есть камера по-прежнему выпирает. То есть нужен немножко другой чехол, если вы хотите защитить непосредственно камеру. Давайте пробежимся по характеристикам. Экран здесь 6,3 дюйма, Full HD+, разрешение 409 ppi, и это IPS-матрица. Здесь отличные, хорошие углы обзора, яркость мне понравилась, но на сильном солнце яркости хватать не будет. А вот на минимальных значениях минималка очень хорошая. При темноте глаза не слепят и очень удобно поколочать контент. Контрастность экрана неплохая. Сочные, приятные такие цвета, тона и так далее. Это IPS. IPS, он, как правило, вечный экран. То есть купил и лет 10-15 можешь ходить с ним, вообще не думать ни о чем. Сейчас они доведены, по сути, почти до идеала. А, модули связи. Бенды здесь 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 20. Отметим, что для нас 3, 7 и 20 присутствуют. Это глобальная версия. Вот, и я ходил с телефоном. У меня симка от компании Megafone. Без проблем, интернет здесь берет. 4G работает. Смотрю видео, видео онлайн. Раздаю, кстати, видео очень даже неплохо. И проблем в этом отношении нет. Потому что здесь и Wi-Fi раздача на 5 Гц, друзья. Это тоже отличная новость. Bluetooth 5.0. GPS есть. NFC. Но, понятное дело, NFC здесь нет. Операционная система Android 9 Pie. И фирменная облачка MIUI 10. Как я уже сказал, друзья, Global Version. То есть здесь все есть необходимое. Русский язык, украинский язык. Ну, многие-многие языки здесь присутствуют. И проблем в этом тоже никаких нет. Жесты, друзья, тоже можно настроить. Можно оставить стандартные кнопки. Кстати, MIUI 10 вот очень хорошо прокачали. Мне она действительно нравится. Очень привычная, правильная, такая хорошая оболочка. Особенно, когда переходишь с Meizu. Все-таки Flyme OS это немножечко не мое. Никаких лагов, тормозов. За время эксплуатации с этим телефоном, друзья, вообще абсолютно не было. Камеры. Основная камера здесь на 48 Мп. Ну, так скажем, на 48 Мп. Вообще это интерполяция. Основная камера на 12 Мп. Но она, в принципе, может расширить, так сказать, вашу фотографию до 48 Мп. В общем, это не суть важна, друзья, потому что фотографию мы посмотрим и проанализируем. Апертура f1.8 и основная камера от Samsung GM1. Дополнительная камера на 5 Мп f2.4. Фронталка здесь на 13 Мп f2.0. А видео основная камера снимает в Full HD качестве 30 и 60 кадров в секунду. Если вы установите сюда Google камеру, то она будет также снимать и в 4К. Вот такая, кстати, фишка. И фронталка пишет видео в Full HD тоже качестве 30 кадров в секунду. А сейчас давайте посмотрим примеры фото и видео на камеры. Фото мы будем смотреть по следующему принципу. Вначале будет стоковая фотография, потом будет фотография с Google камеры. Да, здесь установлена Google камера. И обратите внимание на стоковую версию. Здесь детализация очень даже неплохая. Посмотрите, четвертый ряд виден. То есть отдельные полосочки. Пятый ряда не видно. Но это, в принципе, очень даже и очень даже неплохо. К краю линзы идем. Здесь немножечко пропадает контрастность, но, в принципе, уровень детализации тоже себе неплохой. То есть сами линзы, камеры очень неплохие. А сейчас мы делаем фотографию на Google камеру. И обратите внимание, какая детализация. В принципе, ничего особого не поменялось. То есть пятого ряда все равно не видно. Но фотография ведь весит немножечко больше. Идем к краю линзы. И здесь та же самая ситуация. Контрастность пропадает, но и цвета такие становятся более блеклые. То есть Google камера, она не вытаскивает, в принципе, в плане детализации ничем. Делаем снимок на стоковую камеру. Детализация, да, друзья, мне очень даже нравится. Здесь все, все, ну, как бы видно очень хорошо. Это мы делаем очень даже большие кропы, да, представьте. И вот на Google камеру. Немножко ситуация улучшилась, но Google камера, она рулит именно в других отношениях. Вот смотрите, здесь серая погода. Сделана сначала фотография на сток. Есть определенного рода детализация. Здесь все пропадает. И следующая фотка на Google камеру. Обратите внимание, что снимок стал гораздо светлее, то есть четче. Больше появилось контраста. И больше появилось деталей. Здесь, конечно, все размыто. Но, в принципе, вот по переднему плану можно это увидеть. Ну и где, друзья, рулит, конечно, Google камера. Это вот в условиях недостаточной освещенности. Эта фотография сделана в ванной комнате. Просто вот, смотрите, здесь все в шумах, да. И следующая фотография там же, в этот же момент, на Google камеру. Ну и что называется, да, почувствуйте разницу. Здесь даже комментарий, друзья, как-то излишний, потому что, ну, тут все понятно. Пишем на основную камеру в Full HD качестве. Вот, посмотрим, как работает стабилизация. Звук тоже непосредственно пишется на камеру. Давайте проверим. Как бы сразу еще вам сказать, что стабилизация, в принципе, мне здесь понравилась. Очень даже неплохо справляется. Вот за что хвалюсь и умею именно за это. Потому что со стабилизацией у них вообще проблем нет никаких. И хотите писать видео на телефон, то это самый, наверное, дешевый вариант, который вы можете найти. И дешевый, и достойный. И, друзья, фронтальная камера на стоке. Уже на стоке, в принципе, неплохая детализация, да. Смотрите, видно отдельные волоски. Цветопередача неплохая, да. Но в целом где-то здесь немножко детализации не хватает. Но на стоке уже камера делает, ну, неплохие снимки. И вот давайте посмотрим на Google камеру, на фронталочку. Обратите внимание, что деталей гораздо больше стало, да. То есть она лучше прорисовывает. Немножко другая, конечно, цветопередача. Ну, и в плане детализации все стало гораздо лучше и интереснее. Конечно, на Google камере здесь вообще просто, ну, она просто тащит, друзья. А также давайте посмотрим пример видео на фронтальную камеру. Друзья, так снимает фронталка, тоже в Full HD качестве. У фронталки, что меня расстроило, нет стабилизации никакой. Вообще никакой нет стабилизации. В Asus Zenfone Max Pro N2, да, стабилизация была хотя бы небольшая, но была. Вот я сейчас немножко потрясу, да и машина трясется. Ну, вы уже видите по картинке, что стабилизации нет. Но в целом картинка и видео как бы и на основную камеру, и на фронталку мне очень понравилось. Мне кажется, просто замечательно. Можно записывать себя. Основной камень здесь Snapdragon 660. Великолепный камень, наверное, один из самых популярнейших камней в этом году. Построен по 14-нанометровому техпроцессору. Здесь 8 ядер Krio 260. Но этот процессор многим вам известен, да, он стоит и в Asus, и в Xiaomi в многих стоит. Очень хороший, правильный процессор. Видеоускоритель Adreno 512. Версии есть на 3.32, 4.64 и 6.64. Память типа LPDDR4X. Основная память EX-T4. Можно установить также карточку microSD на 256 гигабайт. Сколько же, друзья, вся эта комбинация выбивает в Antutu? Около 142 тысяч баллов выбивает. То есть для всех последневных задач этого телефона хватать будет за глаза. Но и в игры можно поиграть. Об играх мы поговорим тоже немножечко попозже. Мини-жек, друзья, здесь есть. Сканер отпечатков на задней панели тоже есть. Работает он быстро, шустро. Проблем с сканером тоже никаких не было. Можно также настроить разблокировку по лицу. Тоже она работает без каких-либо проблем. По звуку хочу сказать, что звук здесь громкий. Наверное, это самый большой плюс этого динамика. Он громкий, хороший, четкий, правильный. Басов здесь никаких нету, но чувствуется бюджетность этого телефона. Но в целом, если говорить так по среднему уровню, то это хороший, правильный динамики, хороший звук. А в наушниках звук обычный, нормальный. Никаких проблем тоже с этим звуком не было. Но и чего-то выдающегося тоже в этом звуке абсолютно нет. Батарея. Батарея, друзья, здесь на 4000 мАч. Спасибо Xiaomi, что они поставили опять здесь годную, правильную батарею. И такое чувство, что они устанавливают ее уже прямо во все телефоны. На день этого телефона хватит за глаза. На два дня, если вы в эконом-режиме, то можно растянуть. 100% заряжает стандартный зарядник за два часа. Но также сюда можно докупить, друзья, Quick Charge 4.0. И, соответственно, он будет жарить уже очень-очень сильно. И будет просто на 70% заряжать ваш телефон за полчаса. Один час в игры посадил этот телефон на 13%. Это, кстати, очень такая хорошая, правильная статистика. Какие конкуренты этого телефона? Конкуренты Meizu 8X. Мне кажется, по процессору, конечно, он будет немного мощнее. Камера у него будет похуже. Ну и второй конкурент это Asus Zenfone Max Pro M2. Мне кажется, вот это вот самый правильный и адекватный конкурент для этого телефона. У него есть все необходимые козыри в кармане, чтобы быть на уровне компании Xiaomi. По ценнику здесь, друзья, версия 3.32 стоит около 12800 рублей. Это, я говорю, цены на Алиэкспресс. Или около 193 долларов. Версия на 4.64 стоит около 14000 рублей. Или же приблизительно 212 долларов. Это я тоже говорил об Алиэкспрессе. И это, друзья, глобальная версия. Если вам необходимо, то ссылочки есть в описании под этим видео. А стоит ли телефон, друзья, этих денег? Мне кажется, однозначно стоит. Пробежимся по внешним элементам этого телефона. Сверху разговорный динамик. Также фронтальная камера на 13 Мп. И различные сенсоры, которые установлены. Здесь я, к сожалению, не вижу. Слева комбо лоток. То есть сюда можно установить либо 2 наносимки, либо 1 наносимку. И плюс microSD. Хотелось бы, друзья, сюда тройной слот. Вот это было бы великолепно. Мне кажется, должны компании Xiaomi уже до этого когда-то дойти. Внизу основной микрофон. USB Type-C. Светодиод находится вот здесь, вот в этом месте. Также основной динамик находится внизу. Справа качелька громкости. Кнопка включения и выключения. На обратной стороне. Сверху камера на 5 Мп. Это доп-камера. Внизу идет 48-мегапиксельная камера от компании Samsung. И еще ниже идет вспышка. А сверху также второй микрофон для шумоподавления. Рядом с ним мини-джек и ИК-порт. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели, как вы уже видите. Здесь мы видим надпись Redmi. И вся эта задняя крышка сделана, друзья, из стекла. Смотрится очень великолепно, очень красиво. Друзья, в YouTube никаких проблем нет. Это очень шустро, очень быстро работает телефон. Смотреть нет никаких проблем. Ни лагов, ни подтормаживаний и так далее. То есть, если у вас интернет хороший, то вообще никаких зависаний не будет. В Chrome тоже все великолепно и отлично работает. Плюсы и минусы этого телефона. Первый плюс, друзья, это его цена. Ценник у компании Xiaomi всегда зачет. И это является основным козырем этого телефона. Второй плюс, это камера 48 Мп. Конечно же она 12 Мп, но в целом она очень даже решает. Третья, процессор 660 Snapdragon, который тоже справляется со всеми своими задачами. Четвертый момент, дизайн. Дизайн, конечно, улучшили, поработали над этим моментом и это очень приятно. Пятый плюс, это USB Type-C. Наконец-то Redmi поняли, что ставить нужно USB Type-C. Делает это и никаких проблем. И шестой плюс, это батарея на 4000 мАч, тоже которая справляется великолепно. Из минусов, друзья, я пытался что-то найти. Единственный, правильный, наверное, и адекватный минус для этого телефона и с этим ценником. Это отсутствие NFC. Больше, друзья, минусов я в этом телефоне просто-напросто не нашел. Игры. Друзья, с играми тоже проблем нет. В Асфальт и другие игры я играл около часа. Телефон сел на 13%, то есть со 100 до 87% он сел. Во время игры, друзья, не было никаких лагов, потормаживаний. Телефон не вылетал, то есть стабильно игрались в игры. И также на время игры телефон не нагрелся. То есть он был в таком нормальном рабочем состоянии. Не было какого-то дискомфорта в руках. В телефоне есть все, все. И самое главное, наверное, это самая лучшая и правильная камера. А, ну и вот, друзья, условия конкурса. Чтобы выиграть этот телефон, вам необходимо поставить лайк этому видео, подписаться на этот канал, плюс поставить колокольчик. Третье. Написать любой комментарий к этому видео, а в конце комментария написать свой ник от Telegram. А для чего ник в конце оставлять от Telegram? Потому что четвертое требование, это подписаться на мой Telegram канал. Телеграм канал, друзья, очень хороший и правильный. Потому что там скидочки на телефоны, скидки на Покафоны, различные купоны, все-все остальное. Все, что, друзья, вы любите, все, что вам интересно, как раз находится на этом Telegram канале. То есть он, в принципе, в тематике всего нашего канала. А о том, когда пройдет розыгрыш этого телефона, в каком месте и когда, я сообщу в Telegram канале. То есть вы увидите соответствующее сообщение и поймете, что окей, да, вот конкурс и так далее. Друзья, с вами был я, Эдскрабер. Всем хорошего настроения. Телефончик отличный. Телефончик берите и берите в глобальной версии. Всем пока-пока.